В пограничном управлении ФСБ России с 5 июля изменились бланки заявлений для пропуска в пограничную зону. А так как большинство туристических маршрутов в живописной Карачаево-Черкесии находится вблизи от государственной границы, тема будет интересна гостям и жителям республики. Наша съемочная группа узнавала, как и в какие сроки можно оформить документ. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. В пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесии рассказали, что в настоящий момент поток отдыхающих увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией. Основные направления, кроме знаменитых и излюбленных Тиберды, Дамбая и Архыза, являются пхия, кислоисточники и альплагерь Узункол. Сотрудник пограничного управления Денис Рухтин рассказал о том, что изменились формы для подачи заявлений на получение разрешений пропусков в пограничную зону для въезда и пребывания в пограничной зоне до 5-километровой полосы местности вдоль госграницы необходимы документы, удостоверяющие личность. Подать заявление можно тремя удобными способами для заявителя. Посредством электронной почты, через единый портал государственных и муниципальных услуг, либо на личном приеме в пограничном управлении. После вступления нового административного регламента сроки предоставления государственной услуги составляют для граждан Российской Федерации 15 рабочих дней, для иностранных граждан 30 рабочих дней. При этом все заявления обновились и появились новые формы, которые также предусматриваются этим приказом. Большинство туристических маршрутов республики находятся рядом с государственной границей или проходят через пограничную зону. За главным Кавказским хребтом лежат Абхазия, Грузия, Южная Осетия и Азербайджан. Поэтому, если вы отправляетесь путешествовать в горы, нужно получить пропуск. Например, на знаменитый Алибекский водопад не попадешь, как раньше. Если следовать в альплагерь Узункол, то для граждан Российской Федерации пропуск необходимости не имеет, но там необходимо находиться, так как пограничная зона с документами, удостоверяющими личность. Для иностранных граждан уже необходимо иметь индивидуальные, либо коллективные пропуска. И то же самое на Алибекский водопад, да, например? На Алибекские водопады уже необходимо получать пропуска. Для граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Чтобы не омрачить себе отдых, заполнять документы нужно внимательно и скрупулезно. Уведомления об отказе выносятся при подаче неправильных заявлений. Пропуск в пограничном управлении можно заказать на три года и путешествовать по республике, наслаждаясь ее красотами. Альбина Курочинова-Кенжева, Ольга Савенко, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаево. Черкесия.